А у меня тот цветочек распустился. Это тот цветочек, который мне, короче, папа подарил. Это был первый мой цветок, который я выходила. Я до того, как у меня не появилось вот это вот чудо, пальма, я, честно, всегда губила цветы. То есть я их покупала, они стояли свое там, цвели, грубо говоря, их пару раз поливала. Дальше, как только они начинали чуть-чуть подзагибаться, я их выбрасывала. И я понимаю, что я поступала неправильно, но на тот момент я еще не осознавала. Но потом мне папа подарил вот это вот чудо, которое один раз только цвело вот этими вот штуками. И думаю, ну ладно, попытаюсь поухаживать. И, в общем, мне его так жалко стало. Он был такой красивый. И сейчас он у меня цветет вместо одного раза в год, целых два раза в год. Бывает даже и три. Да, что для него абсолютно нетипично. Вот, такими вот красивыми цветочками. Это за то, что я его постоянно глажу, постоянно с ним разговариваю, ухаживаю. Ищу у него новые листики, как у ребенка. Просто выискиваю. Думаю, вырастешь ты еще или нет. У меня тут небольшая весна на подоконнике, пока за окном метет метель. Вы сами просили больше влогов, поэтому будет все-таки больше влогов. В общем, сегодня у нас с вами понедельник. Я постараюсь очень делать влоги каждый день, но пока что я не обещаю, потому что мне кажется, это такой своеобразный челлендж сам с собой. Ну, короче, вы поняли. Просто потому что снимать каждый день действительно тяжело. Это отнимает достаточно много сил. Плюс ко всему, ну, я не умею постоянно держать камеру с собой. И как бы в моей жизни не происходит прям, знаете, такой вот какой-то феерии постоянных событий. И поэтому я думаю, что у меня будут достаточно скучные домашние влоги. Но, блин, если вдруг вам понравится, то я буду рада. В общем, сегодня у нас с вами понедельник. И я хотела сегодня пойти на маникюр, потому что завтра у нас сникла съемка в новогоднем стиле. Но, как оказалось, в районе, в котором я живу, все нормальные мастеря по маникюру, они либо сегодня не работают, либо у них уже, естественно, полная запись в понедельник с утра. Да, вот. И, соответственно, я так подумала, думаю, блин, плюс ко всему на улице метель. Я решила никуда не выходить из дома. Вот. А я хотела именно, скажем так, в пешей доступности, потому что сегодня Димка уехала на машине. Вот. И я просто подумала то, что, блин, чем, черт не шуть, в конце концов, я всегда делала маникюр сама. В общем, достала все, что у меня было еще со старых времен. Кстати, она, по-моему, испортилась. В общем, это штука для того, чтобы убирать кутикулу. В общем, короче, вот эта штука, судя по всему, испортилась, потому что выглядит она, честно говоря, в жизни, как какие-то, знаете, такие вот... Ну, в общем, я не буду произносить слово, потому что я слишком резкливая. Если сейчас я это произнесу, короче, я потом перехочу кушать. В общем, сейчас, значит, буду как-то распаривать руки и засуну их, наверное, в какие-нибудь перчатки, потому что ногти выглядят реально просто ужасно, ужасно, ужасно. Даже по-другому вот сказать не могу. Нужно будет сейчас хоть как-то обработать кутикулу и желательно все это залить дальше лаком. И так, на самом деле, похоже на какого-то конного варвара. Кстати, многие из вас спрашивали, что же постоянно створить с моими ресницами, потому что в последних видео я стала замечать, что многие спрашивают там, что за тушь на ресницах. На самом деле, тушь вся та же самая. Это тушь от Clorans. Вообще, в тушах ничего не поменялось у меня. У меня изменились сами по себе реснички. Просто я, наконец-то, начала нормально пользоваться сывороткой для ресниц. У меня сыворотка называется Eyelash Booster. Она очень крутая. Самое главное, что она не гормональная. Это очень важно, потому что я один раз уже пользовалась гормональной сывороткой. В итоге все закончилось тем, что у меня были постоянно раздраженные глаза и разное давление в глазах. В общем, это было жутко. Вот эта сыворотка, самое главное, не гормональная. Она продается в аптеках. У нее очень легкое нанесение. Она с кисточкой, а не с, как сказать, не с кисточкой, которая в тушь. Она вот именно с такой вот маленькой кисточкой. И просто даже в течение всего дня, когда я нахожусь дома, я обычно беру зеркало и провожу около линии роста ресниц, потому что она наносит не на ресницы, а она действует именно на корни. Вот. И знаете, у нее действительно очень хороший эффект. То есть реснички такие вот более укрепленные. Глаза при этом абсолютно не раздражаются. Все хорошо, ничего не щипет. И самое главное, виден эффект. И не такой вот, как вот у меня, допустим, был от гормональных средств, когда у вас, грубо говоря, там через пару дней прям супер вообще длинные ресницы. Но у нее дофига побочек было. А, допустим, с этой сывороткой эффект виден где-то уже через неделю или недели-полторы. Я заметила, что реснички такие вот более распахнутые, более густые, и они гораздо меньше выпадают. Продается она в аптеках, поэтому в целом могу вам ее настоятельно рекомендовать. Пока, в общем, поговорила с Никой, оказалось, что время 3 часа дня. То есть это вот все спрашивают, что вот можно делать дома целый день. А пока ты проснулся, помыл голову и нихрена не поделал, честно говоря, пока не повисел просто на сайтах со шмотками и прочим, поговорила с подружкой и каким-то магическим образом уже 3 часа дня. Ну ладно, на самом деле у меня сегодня в целом и планировался такой супер длинный день, потому что вчера я уже, получается, все дома убрала, и мне сегодня осталось только приготовить еду. А еду я все равно буду готовить у Димкиного прихода, будем делать сегодня спагетти. Вот, ну не то, что спагетти, даже так не называется. Моя бабушка это называла макароны по-итальянски, но это очень простой такой вот именно русский рецепт, потому что макароны делаются с тушенкой. Но нет, это не макароны по-флотски. У нас на улице опять жутко темно. То есть вот сейчас то, что вы видите, это где-то плюс 0,7 яркости, именно светлости. На улице метет просто жуткая метель и очень темно. Но я хотела сегодня еще поснимать, может быть, успеть, или при естественном освещении. Шиш, поснимала, конечно. Вот, в общем, сейчас закинусь мандаринками. Димин папа вчера передал нам мандарины, и, наконец-то, он нашел, ну, я просто не могла найти нормальный мандарин, а Димкин папа нашел и передал нам супер-пупер мандаринки. И сейчас, наверное, включу просто какой-нибудь сериальчик, буду делать ногти и жрать мандаринки. После этого вы, наверное, отпишитесь от моего канала, но вы должны узнать о моем гастрономическом, о моих гастрономических странностях. В общем, я обожаю бусерброды с икрой и с маслом, и обязательно их есть либо с кофе с молоком, и либо, вот как в данном случае, с зеленым чаем со сладким с молоком. И я обожаю это. Это просто шикарный вкус. Вот, так что у каждого есть свои степени извращенства. А какие вкусовые странности у вас и пристрастие? Вот что вы любите делать такого, что как бы другие люди смотрят на вас и крутят пальцем у виска? Мне вот интересно, кроме меня кто-нибудь смотрит вот этот вот жуткий сериал, который никак не может закончиться, и который называется «Дневники вампиров». Вы знаете, вот мне кажется, что остановиться стоило где-то сезоне, наверное, на пятом. Но сейчас... Нет, вру, даже на третьем. Но сейчас, когда неизвестно уже какой сезон, это уже просто превращается в какой-то цирк-шепито. И, честно говоря, вот я каждый раз его смотрю просто из-за того, что я жду, когда же он закончится. И чем же он закончится? Уже даже Нинки там нету. Уже даже просто... Она уже даже не снимается в этом. Ну вот как-то это все несерьезно. Кстати, решила себе сделать вот такие вот перчатки. Мне очень нравятся маски от Sephora для рук. Реально очень хорошие, очень питающие. И вот если у кого вдруг цыпки... Я даже маски обычно эти Димки делаю, если у него цыпки начинаются, потому что он терпеть не может перчатки. Вот. Эти вот варежечки, они очень хорошо спасают. Буквально там вот 20 минут сидеть. И потом ручки не то, что как новые, но хотя бы уже не болят, а намного сильнее увлажнены. В общем, у меня тут грусть, печаль и беда, потому что я накрасила ногти, а дальше получилось так, что они покрылись пузырьками. А я просто, я терпеть не могу. Если ноготки покрываются пузырьками, у меня аж трясти начинает от того, насколько сильно меня бей. Я сейчас постараюсь, чтобы она сконцентрировалась. Меня просто это жутко-жутко обычно вымораживает. Вот. Поэтому я дико замороченная в этом плане. И именно поэтому я хожу в основном делать маникюр, потому что я в этом плане же по руке рукожоп. Вот. Так что придется сейчас, конечно, переделывать. Кстати, вот хотела узнать. Мне кажется, что я с возрастом, чем старше становлюсь, тем больше дурей в этом плане. Просто раньше, допустим, когда я покупала вещи, допустим, в любом магазине, я их могла совершенно спокойно не постирать, сразу одеть и носить, и вообще совершенно спокойно надеть, кстати. Надеть и носить. Вот. И совершенно спокойно себя чувствовать. А сейчас я понимаю, что я не могу, у меня настолько брезгливо. Я каждый раз, когда покупаю вещи, я сразу бросаю стирку. Только после того, как я ее простирываю. Конечно, не на 60 градусах, да, но просто хотя бы на 30. Такая, знаете, такая базовая просто полоскание. Мало ли просто кто-то меня, в принципе, эти вещи мерил. Вот. И я это говорю к тому, что я сейчас начала разгребать, мы просто в эти выходные ездили с Димкой, покупать ему вещи. Думаю, да, у меня, в принципе, там стирки немного. А я сейчас когда посмотрела, а там просто все вещи новые, они заняли все пространство. Вот. И сейчас загружаю уже третью стирку. Вот. Потому что машина маленькая, и там нельзя сразу постирать 7 килограмм, там максимум можно постирать только 5 сразу. Вот. И, соответственно, я стараюсь стирать отдельно кофты, отдельно джинсы для того, чтобы они вместе не портились, отдельно темное белье, отдельно светлое. В общем, это затягивается процесс. Вот. Так что вот неинтересно тоже вот кто-нибудь... Ну, точнее, я знаю, что большинство людей тоже стирает точно так же, как я теперь белье. После того, как тут покупают, но мне кажется, что должны быть остаться люди, которые, в принципе, плюют на это и совершенно спокойно себя чувствуют. Кстати, только что накрасила ногти таким вот красным рождественским цветом. Он мне очень нравится. Между прочим, это лак от L'Oreal. Он уже лежит 2,5, а то даже 3 или 4, наверное, года. И ему вообще ничего не случается. Номер 364 это. Очень красивый, насыщенный такой вот оттенок, который всегда к месту, потому что в этом плане проигрывают даже лаки от Essie, потому что лаки от Essie приходят в непригодность где-то года, наверное, через полтора-два. А вот лаки от L'Oreal, они такое ощущение, как будто спят просто в холодильнике, пока я сплю у себя в кроватке. Они куда-то просто исчезают, в принципе, и сохраняются. Вот поэтому всем тоже рекомендую. Кто капитан неудачность? Катя начала чистить мандарины. И угадайте, что Катя сделала мандарином? Единственной писюлиной, которая есть на мандарине, Катя испортила ноготь, которую только что накрасила. Просто... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»